Если болят суставы, то я понимаю, нарушается у вас профессиональная деятельность, нарушается качество жизни, но с точки зрения лечения либо диагностики мало существенно. Это болят суставы, руки, ливонок, боль в спине, в шее, пояснице. Основных возможных вариантов всего-то два. Это либо артрит, то есть воспалительный процесс, либо артроз, то есть дистрофический процесс, либо артрозоартрит, то есть два вместе. Третьего, как говорится, не дано. И для того, чтобы начать правильное лечение, правильную помощь себе, вы должны понять, первично нужен вам диагноз. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как самостоятельно в домашних условиях, не затрачивая ни копейки денег, поставить себе правильный диагноз. Также вы узнаете, что делать, если вы предполагаете у себя артрит, либо полиартрит, либо что делать, если вы предполагаете у себя артроз. Итак, что такое артрит? Это воспалительный процесс в тканях суставов, который обычно усиливается, боль усиливается при нагрузке, при движении. То есть в периоде отдыха она уменьшается, либо сходит вовсе на нет, а в периоде, когда вы нагружаете сустав или суставы, боль провоцируется, боль усиливается. Также, как правило, эта боль усиливается при движении вверх по лестнице. И основная причина, основное лечение должно быть направлено на поиск и подавление очага инфекции. Вы прекрасно знаете, когда вы заболеваете гриппом, не знаете, как правильно сопровождать эту достаточно коварную вирусную инфекцию. Я на эту тему написал книжку. Грипп профилактика лечения и реабилитации, то есть предупреждение осложнений. Вот если вы не знаете, как правильно управлять этой инфекцией, увы, полиартрит, то есть боли в суставах возникают. Они могут быть транзиторны, если вы кое-что неправильно делаете. Или они могут остаться вам на память, если вы длительное время что-то не делали правильно и суставы, воспалительный процесс там развился. Боли в суставах бывают и при других, не только вирусные, бактериальные инфекции, например, при ревматизме. Да, там есть летучие боли в суставах, но это благодарные боли. Там артрит летучий. Вы не успеете, как говорится, чихнуть и подумать, что же вам нужно делать, как артрит с коленного сустава переметнулся, допустим, на голеностопный. Или на колено, на другой ноге. То есть эти боли, говорят, ревматизм лижет суставы, но кусает сердце. Просто его токсины более тропны в другой санитоткани, в сердце. И пороки сердца это неизменное следствие плохо леченого ревматизма, плохого подавления очагов инфекции, которые в этом случае есть. Мощным очагом инфекции, очень частым очагом инфекции, является ткань горба. Здесь достаточно сложное место для хорошего поддержания мунтета. Этим пользуются бактерии. Чаще всего, как возбудитель, высевается стрептококк. Это достаточно такой агрессивный микроорганизм, который своими токсинами достает не только суставы, вызывает полиартрит. Он может доставать и почки вызывать вломеровый инфрит. Ну и может доставать, в принципе, и тоже сердце, вызывать и там проблемы. Поэтому нужно просто это понимать и правильно управлять этими очагами инфекции. Ну как очаг инфекции может быть и мужской очаг, специфический хронический простатит. Такая брошюрка у меня тоже есть опубликованная. Я понимаю, что простата при первом ударе по бактериям может быть излечена полностью. И острый простатит может выйти полностью в здоровую ткань простаты. То есть нет хвоста, нет последствий. Если же с антибиотиком не угадали или бактерии оказались слишком такие коварные, или что-то вы еще сделали неправильно. Возможно очаг инфекции остается, хронический простатит остается. Ну и как неизменное следствие вместе со снижением потенции достаются и суставы в том числе. Потому что инфекция там сидит и она может давать о себе знать. Есть рекомендации, когда да, я понимаю, те токсины, те обменные шлаки, шлаки обмена веществ. Те токсины эндогенного или экзогенного происхождения, которые показывают на уровне сустава, что они есть, вызывая артрит. Они удаляются в принципе через почки. И когда есть артрит, либо полиартрит, я понимаю автоматически снижение работоспособности почек. Есть рекомендации, ну просто добавьте воды, да, дайте возможность почкам удалять токсины. Боль в суставах на какое-то время от этого уменьшается. Это реально есть, это реально происходит, но вы должны задать себе такой вопрос. Когда слабые почки не могли полноценно очищать вашу кровь, а вы вынудили их выводить с избытком воды дополнительное количество активных токсинов, вы должны понимать, что вот в такой ситуации легко и просто переходит человек в почную недостаточность. И скрытая такая немая зона, которая очень сложно диагностируется, она может длиться годами, иногда десятилетиями. По той простой причине, что когда вы добавляете воду, когда вы напрягаете работу почки, нефроны начинают гибнуть, но функция почки имеет как минимум четырехкратный запас. И пока от двух почек не останется половины одной, или из исходного количества нефронов примерно миллион, не останется двести пятьдесят тысяч, вы явлений почной недостаточности не увидите. Вы увидите их только чуть позже, спустя годы, после того, как вы не знаете, как правильно пить воду. Я это знаю, такие две брошюры опубликованы, вода и ее значение в роли человека, в жизни человека, как этим правильно пользоваться. Я знаю десятки источников воды, десятки видов различной воды, которая изменяет жизнь человека к лучшему. Потому что важно применить, знаете, как одеваться нужно по сезону, так и воду нужно пить, в зависимости от тех условий, в которых вы находитесь. Не только количественно, но и качественно. Это очень важный показатель. Потому что некачественная вода, принятая не вовремя, она вызывает серьезные проблемы со стороны здоровья. И это важно понимать. Поэтому при явлениях артрита важно искать, находить и уничтожать все очаги хронической инфекции, которые только можно достать. Ну и естественно разумными средствами. Иначе вот такой хронический артрит, через артрозы артрит, то есть на фоне воспалительного процесса всегда развивается дистрофический процесс, появляется артрозы артрит, а дальше переход в анкилоз сустава. Чем это закончится, скажу чуть позже. Артроз. Ну тоже диагноз. В принципе поставить в домашних условиях легко и просто. При артрозе боль возникает после периода отдыха. То есть вам нужно расходиться. Человек встал, ой, как-то тяжело ходить. Какой-то походил, сделал несколько шагов, может быть несколько минут походил, и боль исчезла. Эта боль усиливается, когда человек спускается по лестнице. И вы это легко можете поставить, этот диагноз, просто посмотрев, как люди выходят из транспорта. Те, у кого есть артроз, они, как правило, не просто легко выходят из транспорта, они держатся за поручень, они держатся за какие-то предметы, пытаются облегчить выход из транспорта, то есть не перегрузить суставы, потому что суставам очень важна ударная нагрузка. Вот ее нужно исключить. Поэтому бег, это все здорово, но это способ артроз перевести в анкилоз сустава. Чем закончится, скажу чуть позже. Вся ударная нагрузка, она должна быть исключена. Конечно, прыгать с парашютом, это здорово, это драйв, я в свое время тоже этим занимался в институте, несколько раз удалось прыгнуть с парашютом. Сейчас я понимаю, что спасибо, что я не продолжил этим видом спорта заниматься дальше. Потому что суставы, остеохондроз, артроз, были бы легко и просто, развивались бы, это просто без проблем. Я знаю, как питать суставы, я знаю, как бороться с артрозом, как предупреждать артроз. Такая брошюра тоже у меня вышла. Потому что очень важно знать, на какой стадии вы находитесь. Но если есть боль в суставе, это уже как минимум первая стадия. При исследовании вы можете, конечно, на первой стадии еще можете активно не заниматься, чаще она не мотивирует. Почему? Потому что небольшие изменения есть. Ну, легкий дискомфорт при движениях присутствует. Ну, ничего там сделали. Несколько минут потерпели, боль прошла, и в принципе можно жить, можно работать. Хуже нужно задуматься уже, когда есть вторая стадия. Когда хрящики истончаются, потому что питания нет. Артроз, напомню, это дистрофический процесс. Когда нарушено питание хряща, то есть нагрузку он получает 100%, а питание там, допустим, 95%. И вот постепенно вот эти 5% где-то не хватает для восстановления, и пошел дистрофический процесс. Поэтому на второй стадии нужно задуматься, на третьей стадии нужно срочно начинать лечение. Потому что четвертая стадия это анкилоз сустава, после которой вам ортопед-травматолог спокойно предлагает операцию, то есть пересадку суставов. Я прекрасно понимаю, потому что человек при этом становится инвалидом. Но чем это может закончиться, я скажу чуть-чуть позже. А пока вы должны просто понимать, что если есть артроз, важно понимать, что не делая ничего, для своих суставов, продолжая жить той же жизнью, продолжая питаться так, как вы питаетесь, у вас проблема как была, так и будет. Она будет продолжаться, она будет распространяться. И вопрос перехода в анкилоз сустава, он легко и просто решается. Где решается система питания? Ну, во-первых, вы можете найти рецепт для самых ленивых. На моем канале можете найти видео консультации врача-диетолога онлайн. И посмотрите, там больше 40 минут информации про правильное питание, как все это делать правильно. Хочется вам получить больше информации, есть, на мой взгляд, великолепная книжка, что вы знаете, я в нее влюблен. Что делать, если у вас есть печень? Именно от состояния печени зависит то самое правильное питание, которое должны получить ваши суставы, азотные и все остальные органы и ткани в вашем организме. Потому как дистрофические процессы по-иному не лечатся, а, к сожалению, они часты, потому что, ну, когда каждый сам себе диетолог, то, понятно, не зная правильное питание, человек имеет право ошибаться. Потому что вам никто не сказал при рождении условия правильного питания и жизни фактически без болезни. Так как это делают, когда вы покупаете автомобиль, покупаете технику, если там написано 220 вольт, то вряд ли кто-нибудь сунет вилку этой техники в розетку, где будет 127 вольт или 380. Вы понимаете, чем закончится. Со своим организмом, к сожалению, ведут немножко иной стиль поведения. То есть считается, что организм восстанавливается. Да, но напомню, организм, разные органы и ткани имеют 4-5-кратный запас прочности. И вот пока вы этот запас прочности исчерпываете, вы находитесь в состоянии здоровья. У вас мнимое благополучие. А на самом деле биологический возраст щелкает. Ход за 2, за 3, за 4. Кому как. Все зависит от того образа жизни, который человек ведет. И важно это правильно понимать, потому что именно правильное питание обеспечивает работу вашего организма. Кстати, печень помогает и при артрите. По той простой причине, если вы при артрите тоже переходите на правильное питание, более мощный фильтр, который подлежит регенерации, то есть печень, она забирает на себя основную часть токсинов. Больше того, она не просто их удаляет из кровеносного русла, она и водорастворимые токсины, которые должны были удалять почки, она их обезвреживает. И в этом случае рекомендация больше пить воды имеет положительное значение. По той простой причине, что давая дополнительное количество жидкости, вы выводите через почки неактивные токсины. Разница простая. Удаляясь в неактивном виде, токсин просто с мочой удаляется через почки, и все, и вы его потеряли без ущерба для своего здоровья. Когда вы активный токсин с водой выводите через почки, как вы понимаете, он фильтр будет раздражать, будет появляться пилонефрит, может быть даже гламеролонефрит, все зависит от того, какие токсины образовались. Если частая боль в горле, частые конзилиты, то там, как правило, паразитирует стрептокок, и добавьте в этом случае больше воды, токсины стрептокока, проходя через почки, будут провоцировать гламеролонефрит. А если у вас очажок инфекции, скажем, в пищеварительной системе, какой-то холецистит, какой-то панкреатит, есть какой-то дисбактериоз кишечника, вы, проводя эти токсины через почки, будете провоцировать пилонефрит. В принципе, хрен говоря, третьки не слаще, что пилонефрит, что гламеролонефрит, они оба ведут к почной недостаточности. И это важно понимать и не попадать в эту систему. Потому как, напомню, анализы вам на ранних стадиях ничего не показывают. Вам скажут, дружок, у тебя хорошие почки. Да. Но никто не может оценить. Без биопсии это достаточно травматичный метод, сколько реально клеток работает на сегодняшний момент. Уже напомню, для того, чтобы были хорошие анализы мочи, хорошие почечные пробы, достаточно, чтобы работало четверть почек, четверть нефрона в почке. Для того, чтобы были, в принципе, хорошие анализы, обменные процессы, в которых участвует печень, достаточно, чтобы работало всего 11% клеток печени. Вы понимаете, что убив практически 90% печени, только здесь вам анализы покажут, ребята, надо что-то делать с печенью, а печени уже нет. И почек, в принципе, тоже, когда пошли анализы. Я понимаю, что и на этой стадии можно человеку помогать. Но вопрос, зачем усложнять себе жизнь и лечение? Когда можно жить, немножечко по-другому правильно относясь к системе, правильно проводя лечение. Потому что, когда вы принимаете по поводу боли в суставе, обезболивающие, ну, чаще всего начинают с нестероидных, противовоспалительных, я вас прекрасно понимаю, уменьшилась боль, улучшилось качество жизни, увеличилась у вас подвижность. Но, в случае артрита, сустав показывает, в крови есть токсические вещества. Вы убрали боль ценой того, что положили еще одну порцию токсических веществ. Да, на какое-то время боль у вас утихнет, в зависимости от того, сколько будет действовать этот препарат. Но вы положили еще одну порцию токсина. Когда препарат закончится, а кровь вы не чистили, новая порция токсина вызывает воспалительный процесс, появился опять артрит. Что вы делаете? Принимаете обезболивающие. Вот этот слоеный пирожок вы будете складывать до тех пор, пока не доиграетесь до анкелоза сустава. Что получается при артрозе? Там картина похожая, но немножко по-другому. Голодный сустав показывает, не хватает крови для того, чтобы восстановиться. Что вы делаете? Принимаете таблетку, убираете боль. У вас создается иллюзия, что все класс, сустав теперь восстановился. Что вы делаете? Нагружаете. Начинаете двигаться больше. Когда вы опять в очередной раз, таблетка закончила свой действий, сигнал опять идет, сустав он кричит, голодный, дай кровь, дай пищу, дай питание, вы кладете новую таблетку. Путь в артроз, вернее из артроза в анкелоз, еще идет быстрее, чем при артрите. Конечно, можно использовать те препараты, при артрозе они логичны, то есть не обезболивающие нужно использовать, а препараты, содержащие хондроэтин, глюкозамин, то есть это те компоненты, из которых фактически строится хрящ. Препараты, содержащие кальций, витамин D, да, они все, в принципе, помогают восстанавливаться суставу, и это правильное лечение. Но, в принципе, все то же самое есть и в пище. И вы знаете, не всегда получают полноценный результат от такого лечения по той простой причине, что когда вы кладете таблетку или какую-то порцию еды в пищеварительную систему, и все это всасывается в кровь, дальше все равно это попадает на ревизию к печени. От состояния печени зависит судьба всего того, что попало в пищеварительную систему. Грязь должна через эту зелененькую клубничку, через желчный пузырь уйти обратно в кишечник, но полезные и питательные вещества по мере того, как печень может сложить из них то, что нужно для вашего организма, с кровью разносятся клеткам, в том числе и тканям суставов. Вы должны понимать, что чем бы вы не лечились, то ли вы глотаете таблетки с хондроитином, глюкозамином, то ли вы правильно приготовили холодец, по большому счету не очень существенно, каким путем вы пытаетесь накормить свои суставы, если у вас плохо работает печень. Уже полноценно это до сустава не дойдет и там так или иначе со временем разовьется артроз, который перейдет в анкилоз, который перейдет к необходимости пересадки суставов. А пересадка суставов сегодня к сожалению суставы увы не вечные. Да, у меня был один пациент несколько лет назад, которому пересадили еще в 70-е годы сустав. До сих пор он его использует. Входит и сустав, как говорится, не скрипит, работает исправно. Сегодня, к сожалению, суставы немножко имеют меньше срок годности и после первой пересадки суставов обычно гарантия 8-12 лет, после второй пересадки 5-7-8 лет, не более. И все. Третью пересадку не делают. По той простой причине при пересадке ввинчивается фактически протез в имеющуюся кость и дальше кость просто не может уже удержать вот этот имплант и появляется проблема. Вы посчитали сколько лет после пересадки суставов у вас будет работать конечность? А дальше? То есть фактически лет 20 жизни возможности использовать конечность по назначению вам современная медицина дать может. А дальше увы нет. а вы хотите жить подольше или вам достаточно вот такой вот резерв по времени. Понимаете разницу? Поэтому я бы советовал беречь суставы. И важно артроз диагностировать не на первой стадии, а я бы сказал на нулевой стадии. Есть и такая стадия. Ее в принципе в домашних условиях тоже легко проверить. Тоже легко определить. Для этого вы делаете все очень просто. Берете, допустим, у вас работа связана с сидячий образ жизни и нагружены руки. Понятно? У вас где-то вот в суставах верхней конечности будут проблемы. Что вы делаете? Вы берете сустав, кладете руку, если у вас хорошая чувствительность, и делаете какие-то движения. Если вы не чувствуете никаких шероховатостей, у вас ничего там как бы не скрипит под рукой, вы должны понимать, что в принципе сустав обеспечивается кровью хорошо, там дистрофические процессы не идут. То же самое вы можете сделать, если у вас чаще вы переносите какие-то тяжести, у вас чаще нагрузка на нижние конечности, вы дольше ходите, то же самое вы можете сделать и там. Можете положить ногу на ногу, чаще всего коленные суставы, они как индикатор показывают первыми те проблемы, которые есть в вашем организме в плане питания суставов. Положили ногу на ногу, на верхнее колено положили ручку и делаете движение в коленном суставе. Если вы не чувствуете никаких шероховатостей в суставе, прекрасно, значит ваш сустав в принципе питается хорошо. Если вы под рукой ощущаете, что там не совсем ровная поверхность, вы должны понять, что в принципе питание этих суставов не соответствует тому, что нужно. И там уже может развиваться дистрофический процесс, который можно подтвердить любым существующим скажем так официальным методом диагностики. Вы это можете легко сделать, поставив самостоятельно себе диагноз. Потому что когда у вас уже появились боли в суставе, это уже процесс пошел и там чаще уже не нулевая стадия, а какая-то первая, вторая, может быть третья. Важно это просто понимать и правильно этим пользоваться. Конечно, многие говорят, да я веду здоровый образ жизни, я хожу в баню, сауну, там так прогреваются суставы. Все прекрасно. Да, я вас прекрасно понимаю. Когда вы прогреваете сустав, там улучшается кровообращение, улучшается питание. Без проблем. Фактически, если у вас нет явления артрита, то артроз вы таким образом предупредить можете. я знаю об этом, но знаете, когда-то написал в двух брошюрках тема одна, баня и сауна и летняя жара проверяют ваш биологический возраст. То есть, если вам лет 20-30 биологический возраст, я имею ввиду, то вы таким образом можете проверить свое здоровье. Но если у вас нет веетов-суистой дистонии, нет темных кругов под глазами, нет облысения, то есть, индикаторы не здоровья, такие малые признаки, они у вас отсутствуют. Если у вас такие признаки есть, то нужно очень аккуратно, нужно знать и понимать, как правильно использовать баню и сауну для здоровья. Когда вы в книжках старинных читаете блеск для здоровья, да, я понимаю, на эмоциях люди, эмоциональные получив какой-то результат, на эмоциях, они его выразили в книжках. Есть реальный результат, потому что и баня, и сауна, и турецкий хамам, и просто летняя жара, это достаточно нагрузочные физиотерапевтические процедуры, которые согревая ваш организм, не просто согревая, а вызывают дозированное перегревание, и при этом периферическое кровообращение улучшается, да, и суставы получают чуть больше крови, чем в периоде покоя, но при этом усиливается потение, и увеличивается вязкость крови, плюс при нагревании в крови белки, которые есть, они начинают сворачиваться при температуре 56 градусов, некоторые при 60 с хвостиком, русская баня 60-70, вы понимаете, что в принципе условия для сворачивания этих белков, они присутствуют, и надеюсь теперь вы понимаете, почему после бани, после сауны, у вас не просто высокая работоспособность, вы просто фонтан энергии, у вас легкое успокоение, такая умиротворенность, вам в принципе хорошо по той простой причине, что ваше сердце густую кровь, закачивать к мозгу в нужном количестве для его высокой активности не может, поэтому и мозг перешел в такое более-менее успокоенное состояние, нужно просто это понимать, и несколько дней, имея хорошую печень, хорошую работу печени, она будет заменять вот те самые свернувшиеся белки, на новые и здоровые, которые будут выполнять свои функции, свое прямое предназначение, именно поэтому не советую ходить в баню, сауну чаще, чем один раз в неделю для здоровья, по той простой причине, что печени нужно просто время, несколько дней, для того, чтобы обновить кровь, поработать дополнительно, после такого метода оздоровления, и обновить вашу кровь, а вы несколько дней не имеете права заниматься тяжелым физическим трудом, спортом, потому что несколько дней кровь более густая, а нагрузка на сердце при выполнении физической нагрузки будет выше, и на сосуды тем более, вы должны это просто правильно понимать, тогда по большому счету, вкладывая в систему под названием здоровый образ жизни, различные нагрузочные процедуры, вы выходите из зоны риска, конечно, я не могу не упомянуть в этом видео еще об одной проблеме, которая так просто не диагностируется, потому что боль, ну это боль не в суставах, это боль в костях, поэтому это боль рядом, но далеко не каждый человек может отдифференцировать, отделить боль в суставе и боль в костях, хотя боль в костях, она практически не зависит от движений, она появляется и присутствует с разной степенью интенсивности, а боль в суставах все-таки она зависит от движения, то ли уменьшается, то ли увеличивается, поэтому их в принципе можно отделить, вы знаете, боль в спине ее очень тяжело отделить от другого вида боли и важно понимать насколько ваша иммунная система прочная и надежная, потому что в принципе в неприятных случаях бывают там и метастазы, которые тоже дают болевые ощущения, но я не говорил в видео не было рекомендаций греть суставы, а были рекомендации правильное питание обеспечить суставы, что на этом фоне кстати вы можете поддерживать иммунную систему свою, потому что она тоже зависит от правильного питания, если есть дистрофический процесс суставов, то я так понимаю, что иммунная система не имеет все для своей работы, она может зевать на разных уровнях различные ситуации в этом организме, поэтому если боль в суставах вы что-то изменили в своем образе жизни, она никуда не проходит, боль в спине она остается, пройдите более точную диагностику своего состояния здоровья, своего организма, хотя это не исключает возможности применить себе правильное питание, то ли купив книжку, или любую из тех книжек, которые я вам показал, либо просто просмотрев мое видео, консультация врача-диетолога онлайн, которая поможет вам выполнить самую главную рекомендацию, которую я обычно даю в своих видео, в своих статьях, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения, и пока вы думаете ставить лайк на это видео или не ставить, отправить это видео своим друзьям, знакомым, потому что боль в суставах, увы, это достаток, приличная часть населения, порядка 50% людей от 30 до 50% населения так или иначе испытывают эти боли, им эта помощь нужна, им нужно правильно определиться, что им нужно делать и в каком направлении правильно двигаться. И пока вы совершаете какие-то действия с этим видео, ставите лайк, подписывайтесь на мой канал или отправляете это видео своим друзьям и знакомым, и родственникам, я это видео буду заканчивать и подумаю какое еще видео написать для вас на какую-то животрепещущую тему. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok